Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 489. В каких предложениях местоимения обозначают любое лицо? Спешите, выделяя части слов, в которых вставлены орфограммы. Объясните постановку знаков припинания во втором предложении. Весна. Читаешь в каждом взоре. Взор второго склонения, в чём предложенный падеж, окончание Е. И ты, как празднику ей рад. Непроизносимое согласное. Вставляем Д. Лещев. Второе. Здравствуй, мама. Непроизносимое согласное. Как ты себя чувствуешь? Словарное слово. Вставляем букву В. Непроизносимое согласное. Знаете ли вы, третье, например, какое наслаждение, выехать весною до зари? Заменяем. Вы. Вы. Выделяем. Наслаждение. Сладость. Безударное гласное. Вы выходите на крыльцо. Выходить. Глагол второго спряжения. Вот вы сели. Лошади разом тронулись. Вы едете. Ехать. Первое спряжение. Вам холодно? Немножко. Немножечко. Вставляем «Ж». Вы закрываете лицо воротником шинели. Шинель третье склонение. Окончание «И». Родительный падеж. Вам дремлется. Что делает? В вопросе нет. В слове нет. В «Тургене» выделяем части слов, в которых вставлены орфограммы. В предложениях по цифрами 1 и по цифрой 3 местоимения обозначают любое лицо. Во втором предложении слово «мама». Обращение. Оно выделяется запятой перед словом и восклицательным знаком «после», так как это предложение побудительное. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Есть предложения или пожелания? Оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео. Субтитры подогнал «Симон»